Привет мой дружок пирожок, в этом видео я расскажу тебе о трех методах заработка в Red Dead Unleaf в пассивном режиме. Я не могу сказать что это три лучшие заработка в Red Dead Unleaf, но в названии укажу именно это, так как пользуюсь ими сам. Большой плюс этих заработков в том что не нужно взаимодействовать с другими игроками, и если ваш скилл низкий чтобы тащить в различных соревнованиях, то добро пожаловать. Мой дружок пирожок, скоро большевного про казино, хочется попробовать все, пуститься во все тяжкие, а денег нет, не беда. Заходи в мою группу по прокачке, бабки, опыт и все что нужно настоящему криминальному авторитету. Делаем все быстро, качественно и недорого, закажи прямо сейчас, перед обновой, чтобы быть уже при баблинском. Ссылочка на группу в описании. Итак, первый способ можно отнести к гличу, но ничего изощренного делать не нужно, вам нужно лишь добраться вот до этого места, водоема. Я кстати уже делал отдельное видео про этот водоем, но расскажу про него и здесь, в этом видео. Итак, суть заключается в том, чтобы ловить рыбу без удочки, подходит хорошо для тех, у кого собственно этой удочки нет, а если есть тоже хорошо. Мы подходим к водоему и ждем, когда там появится рыба, она там появляется всегда, правда в разных количествах. Удочку я использую для того, чтобы эта рыба появилась быстрее, хотя не уверен, что это как-то влияет на процесс появления рыбы. Понятно, что рыбу уже достаточно, просто. Вода начинает местами пениться от движения рыб. Как таких мест будет хотя бы 3-4, можно заходить в воду. И теперь мы просто гоним рыбу к берегу. Как только рыба достигает берега, она сразу же дохнет. Можно делать это целенаправленно, или как я просто бегать по кругу пока все рыбы не разбегутся по своим берегам. А после собираем уже дохлую рыбу, можно включить орлиный глаз, чтобы не пропустить мелких рыбешек. После мы можем либо поехать сразу к мяснику, либо же убежать дальше для того, чтобы рыба перезагрузилась в водоеме. Если поехать сразу к мяснику, то по итогу мы немного получим с этого всего. Идеально будет, если собрать все типы рыб по 10 штук, но иной раз времени на это уходит больше, чем хотелось бы. Вообще в водоеме этом можно найти полосатую щуку, мелкую рыбу за 1 бакс, большой окунь за 2 бакса, синий жабринек за 75 центов, каменный окунь за 1 бакс, и красноперую щуку за 1 бакс. Больше всего ценится большой окунь, это самая большая рыба среди всех перечисленных. Самая мелкая, это щука, но цена в 1 бакс тоже неплохая. Я рекомендую сделать около 3 таких заходов в эту лужицу. Если рыба повторно не появляется, то отбегите подальше, даже на лошади, а после возвращайтесь. Ходите около водоема, отойдите чуть дальше, чуть ближе. Уберите водоем из зоны видимости и взгляните на него вновь. Рано или поздно там все забултыхается, после чего можно ворваться в него и растоптать всю рыбу. На этот раз у меня было 3 захода, в это время я еще распугал рыбу в другом водоеме. Там пару штук собрал, убил крылатую тварь и отправился в Блэк Ватар. Все это у меня заняло менее 15 минут. Учитывая, что я вообще не спешил, и медленно искал возможную рыбеху, другими словами не гнался за временем. Ну и теперь самое интересное, сколько же я получил за эти 15 минут? Сначала нужно избавиться от пернатой твари, кстати по пути на такую рыбалку и по пути уже к покупателю. Можно также охотиться, собирать дичь, перья птиц и так далее. Времени уйдет на это конечно же больше, но и профит будет намного лучше. Итак у нас было 211 баксов перед продажей наших рыбех, их у меня оказалось не так много как хотелось бы. Но все же, по итогу получилось почти 33 бакса. Немного, согласен, но за 15 минут времени это довольно так и неплохо. Учитывая, что ни с кем стреляться не нужно, и подвергать риску себя или грузы, если это задание ботов. Второй же способ быстро заработать не отходя от кассы можно тоже на рыбе. Но это уже классический метод заработка, обычная рыбалка, но не обычная рыба. Прям недалеко от мясника есть место с большими озерными осетрами, для этого и уже понадобится удочка и озерная наживка. Найти такого осетра очень легко, он огромный по сравнению с другими рыбами. Можно включить орлиный глаз и следить за появлением этого подводного монстра. Единственный минус этого заработка, это скорость вытаскивания этого осетра, это прям как мини игра на выносливость. Ты вроде бы тащишь на себя эту тушу, она опять уходит от тебя. Конечно же лучше после того как рыба утомилась, дергать удочку на себя и быстро пытаться намотать лиску. Но если рыбина далеко, то вытягивать придется долго. Время с момента обнаружения осетра до его поимки у меня заняло почти 4 минуты. Многовато, да, я отнес этого осетра покупателю и смог получить 7 баксов и 25 центов. После того как продали первого, можно сразу же отправляться за вторым. Походить побродить и обязательно найти эту дорогую рыбеху. Мне еще повезло что рядом не было других игроков, есть и такие, которые любят отстреливать такую рыбу, и вообще творить анархию. Такие рыбаки не в почете. Ну а ночная рыбалка всегда была самой спокойной и лучшей. Прохлада, тишина, тормоз с чаем и огромная рыбина на крючке. На этот раз осетр оказался намного ближе к берегу, и тянуть его было намного проще. Если того осетра мы тянули 4 минуты, то этот всего провозился 1 минуту. Такая рыбалка только в кайф. Несмотря на то что этот осетр оказался чуть меньше весом, цена за него оказалась такой же. Итак мы получили за двоих осетров 14,5 баксов. Учитывая время поиска, поимки, продажи, нового поиска, поимки и продажи. У меня вышло 8 минут. За 8 минуты мы поимели 14,5 баксов. Я считаю что это тоже неплохой результат, если нет никого рядом и никто не мешает ловить тебе твою рыбу. Конечно дожди и ночи в Red Dead Online потрясающие, но следующий вид фарма денег лучше делать днем и в сухую погоду. А пока мы промчимся по мокрой детализированной брусчатке прям к солуну, и переждем там и дождь, и ночь. Ну а этот тип фарма мой самый любимый, самый доходный, и самое время затратный. Вылеты из игры стали реже, а значит такой вид фарма имеет место быть, это охота. Обычная охота на все что движется. Если первый фарм с рыбой хорош тем, что если игра вылетит, ваш инвентарь все равно будет заполнен рыбой, то тут все что будет на лошади естественно исчезнет. Можно выбрать любую локацию для охоты. Конечно же лучше всего будет, если эта зона охоты окажется недалеко от мясника, чтобы можно было сразу после охоты оперативно все это продать. Я же охочусь либо в пустыне недалеко от Тамбулвида, либо как видео на севере от Сент-Денни. Чем мне нравится район Сент-Денни, так это тем что тут есть много птиц, которые дают очень ценные перья. Например одно перо пеликана дает доллар двадцать, а перо колпицы два бакса без пяти центов. А таких птиц тут можно встретить часто. Также можно быстро собрать стак мяса крупной дичи, а также мелких животных. Олени тут тоже встречаются, но не так часто как в районе родного Валентайна. Итак какое вооружение, для мелкой дичи и птиц я использую винтовку Варминт. У нее просто потрясающая меткость, быстрый темп стрельбы, и хорошая дальность. Урон низкий, благодаря чему можно получить и три звезды с птички. На среднюю и крупную дичь с таким оружием лучше не идти. Можно истратить полообоймы прежде чем кого-то застрелишь. Для средней и крупной дичи я использую болтовую винтовку, так как там максимальный урон. И если целиться в определенные точки, то можно завалить того же аллигатора за один выстрел. Он даже не поймет что его пристрелили. В среднем охота занимает у меня около 20 минут. Я делаю круг. Набиваю полные стаки мяса и отправляюсь назад, по пути убивая все и всех. Даже если эта птица летит над водой, и я ее не достану, я все равно ее убью, так как за это дают опыт. Да я большую часть уровней прокачал благодаря охоте. А вот к примеру почему малокалиберная винтовка в арминт так хороша. Мелкие зверьки и птицы разбегаются и разлетаются, но благодаря скорострельности и хорошей меткости, можно забрать всех трех зайцев разом. Вообще мне напоминает такая охота игрушку на дэнди. Дэкхантер, только тут не хватает пса, который собирал бы тушки убитых уток. Эта охота заняла у меня около 15 минут. Но если считать время пока ты доберешься до сын Дэни и оттуда начнешь свой охотничий трип, то как раз и выходят те 20 минут. Ну и теперь самое интересное. Сколько же мы получили денег со всего этого путешествия? На руках у нас сейчас 252 доллара и 23 вида продуктов для продажи. Сначала я продаю то, что находится на лошади, чтобы кто-то не снял или что-то не исчезло. Как раз так и одна птичка исчезла. А это значит что мы недосчитались около 2 баксов. Но это не так много по сравнению с тем, что мы заимеем в конце. Самое кайфовое это осознавать цену перьем, когда их много и они стоят более 1 бакса. Херово, что мясо крупной дичи всего можно поместить 10 штук, и это все можно получить всего с двух крупных аллигаторов. Как вы заметили, основной доход идет именно от птиц. Они дают и мясо, и сразу несколько видов перьев, некоторые из которых высоко ценятся, а также птиц обычной стая, и пристрелить успеваешь 3-5 штук. В то время как с одного оленя ты поимеешь 4 куска мяса и шкурку, конечно можно притащить и саму тушку, но получится взять с собой на лошади только одну. Хотя я знаю умельцев которые перегоняли туши на двух лошадях, или вообще в повозках. Но у нас все по лайту, и за 15 минут активной охоты мы получили 56 баксов. Это больше всего, но и тут не всегда все стабильно, иной раз можно и час промотаться, не найдя дичи, а можно и за один заход убить 5 птиц и поиметь с этого более 20 баксов. Также не забывайте что в этом случае нужно будет оружие, конечно можно обойтись и луком со стрелами, но птичек вы много не перебьете таким вот способом. Пожалуй это все что я хотел рассказать вам, мои дружочки пирожочки в этом видео, не всегда получается делать ролики по этой затягивающей игре, но как всегда буду стараться, а я не прощаюсь с вами, всем бб, всем гг. Субтитры сделал DimaTorzok